Привет, друзья! Очередной дом, входные данные. Город Раунд-Рок, 5 спален, 3 ванны, 2700 square feet, то есть это 270 квадратных метров. Находится на углу, вот там вот дорога, заезжаем, находится вот на углу, в нормальном райончике, то есть практически все дома, которые я смотрю, в нормальных райончиках. Вот я вышел из машины, все тихенько, все спокойненько, вон там происходит стройка, но она-то закончится скоро. Ну что, пойдем смотреть дом. Это реально самый большой дом из тех, что мы только что посмотрели до этого. Остальные дома смотрите видео в описании. Два гаража, два этажа. В общем, цена, цена 315 тысяч, самое главное забыл. 315 тысяч за этот дом, что тоже как бы не заоблачные деньги для такого размера. А масштаб вроде уже по сути техасский. Вот мы заходим в дом. Закрываем, что мы видим? Справа мы видим кабинет. Такое сразу местечко. Маленькая комнатка. Вид на дорогу. Сразу видим, кто пришел. Можно принимать клиентов. Здесь у нас обеденная зона. Это мы знаем по люстре, низковисящий. Все светло, все классно. Пищит у нас датчик. Видать, садится аккумулятор. Батарейка садится обычно, когда в датчике детектора дыма. То он вот так начинает подпискивать иногда. То есть здесь у нас кухонка. Заходим на кухню. Так, рабочая зона. Шкафчики старенькие, стандарт, обычные. Посудомоечка старенькая. Но все старенькое, как обычно в домах. Моечка. Плита. Здесь место под холодильник. Здесь у нас еще одна обеденная зона. То есть мы можем выбрать, где мы хотим. Или тут обедать, или там. Как бы там может быть больше места или что. Вот. Кстати, я вам скажу, что в доме прохладно. Здесь как бы пожалели на отопление. А в том доме, который мы смотрели до этого, было отопление. Ливинг достаточно. Большой. Конечно, видите, ковра нет. Уже неуютно. Но может, как многие говорят, в будущем наоборот, будешь благодарить, что нет ковра. Потому что ковры, это тема такая. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас прачечная. Здесь у нас гараж. Свет не включился. Гараж как гараж. Ничего особенного. Так, это у нас одна ванна, полноценная. Ванна, туалет с окошком. И здесь у нас комнатка. Комнатка эта очень странная. Но это гостевая спальня. То есть, что как бы делает этому дому большой плюс? У него есть гостевая спальня. На первом этаже. То есть, можно положить гостя спать. И он не будет вам в целом никак мешать. Или здесь можно сделать тот же кабинет. Вместо того, чтобы он был там, при входе. Я вам скажу, что при входе солнечно, хорошо. Но солнце, скорее всего, переместится. Потому что смотрится к окону. Высокие окна. А в самом как бы ливинге здесь вот светло везде хорошо. А вот в самом ливинге вот тут темновато. Хотя вот там закрыты жалюзи. Да и там дерево какое-то растет, я вижу. Может, это и есть плюс, что здесь как бы тенек. Что неплохо. Так, у нас здесь есть камин. Идем на Бекьярд, посмотрим. Вижу, что участок земли, конечно, и небольшой, и не маленький. Но приличный. То есть нормально. У нас такой вот поставили столик. Деревянный, никому не нужный. То есть есть у нас такая крыша. То есть мы выходим, и у нас есть такой навесик. Не забывайте, что вот это мы на углу. И вот здесь уже дорога. С этой стороны будут ходить люди. То есть много деревьев. То есть везде тенек. Реально классно. Видите, какие деревья растут. То есть я вот сейчас вышел. Вот как дом выглядит сзади. Деревья радуют. Территория нормальная. Как бы лот. По крайней мере не такой пиццик. Можно чуть-чуть, чуть-чуть даже мячик погонять. От забора до забора. Так, конечно, все. Ну как бы староватое, староватое. Что, пойдем наверх? Наверху, кстати, видите, вот оттуда можно заглядывать. Сейчас будем оттуда заглядывать вниз. Кстати, я не помню, я открывал эту дверь. Нет, это прихожая. Не прихожая, а гардероб для курток. Ну что, пойдем. Тут новые карты постелили. Поднимаемся наверх. Здесь у нас есть такая вот зона. Здесь можно что-то расположить. Достаточно просторненько, как бы. И много комнат. Вот одна, вторая, третья, четвертая. и одна внизу. Где из них мастер, не знаю, давайте догадываться. Пойдем сначала сюда. Вот, кстати, вот то, что я вам говорил, что можно заглянуть вниз. Так, спальня. И, скорее всего, это мастер. Я не уверен, но видать, что здесь нет такой суперпомпезности. Да, это мастер, потому что есть большая ванна, здесь есть душевая кабина, здесь есть один гардероб, здесь есть унитаз, туалет. Вид на дерево, все прикольно. Здесь даже можно посмотреть на дорогу, на соседей. Вот этот датчик загибается. Вот он и пиликает. То есть, выходим и идем в вторую спальню. Как бы спаленка так себе, маленькая. Ковер новый, видать, тот засрали. Ну, как бы это типа дом для большой семьи. По сути, у нас наверху четыре спальни. вот еще спаленка. Как бы спаленка-комнатка, можно сказать. Со шкафом своим. Вот еще одна комнатка. это ванна. Так, подожди. Это одна ванна. Одна ванна в мастере. Писала, что три ванны. Ну ладно, не важно. то есть, наверху есть одна у родителей и одна общаковая. И я вот не знаю, внизу в гостевой, может внизу в гостевой есть. Ну, как бы, я вам скажу, дом большой. 315 тысяч его цена. Я думаю, что справедливо. Пойдем снова вниз. То есть, посмотрим еще эту гостевую. Где же еще одна ванна? Они пишут, что у них три полноценных ванны. Вот она. Вот она. То есть, это для гостя. То есть, гость здесь поспал. Такому то можно, кстати, сдавать спокойно. и эту ванну отдать гостям. пользуется. Вон здесь такой в стороне. Можно сказать, сразу с гаража зашел и к себе. Здесь можно шторку повесить. И вот тебе вуаля отдельный вход. Человек себе, студент сможет жить. Ну, что вам сказать? Вариант неплохой. Мне нравится. 315 тысяч наверняка будет стоить еще дороже. За эти деньги этот дом не купить. Расположение не самое плохое, нормальное. Место уйма. Было бы кому там жить. То есть, реально 5 спален это за дофига. Придется какие-то спальни переоборудовать просто в какие-то комнаты. В одной комнате можно сделать кинотеатр, другой тренажерный зал. Хотя такие комнатки одно название в этих комнатках. Вот это интересная фигнюшка. Я не знаю, что делать в такой пристройке. Ну, и кухня классная, нормальная, необычная. Бэкьярд. То есть, дом большой, угловой, что, наверное, минус, а может и плюс. Как бы, я не знаю, напишите. Это классно, когда нет соседей с одной стороны, потому что соседей может быть и зло. Ну, а что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои впечатления, а мы едем смотреть новые дома. До новых видео. Пока-пока.